всем привет решил я наконец снять ролик о выборе древесине и немного о его свойствах по крайней мере что я использую сам немного зная и относительно обработки хочу передать привет павлу у павла интересный канал он делает ножи стамески там рассказывает объясняет я у него научился ковать стамески полукруглые до этого никого никогда канал в общем полезный в общем вот здесь ссылка кто не подписан подпишитесь начну с кедра кедр модная такая древесина в интернете да и не только в интернете вот у нас барыги которые торгуют сувенирами на алтая на турбазах они прям вот это что изделие с кедра это прям священное дерево ну кедр мало где растет он довольно таки редкий орехи с него вкусные это точно вот вот это мне в кедре нравится больше всего а насчет изделий с кедром хорошо только делать сувениры это не все потому что кедр он режется мягко мягкое дерево хорошо режется но у него один большой недостаток он из-за своей мягкости очень ломкий если резать какие-то детальные проработки допустим мелкие до мелкий ордамент еще что-то он просто будет скалываться вот допустим поперек волокон режем и все вот это вот место у него очень хрупкая сейчас не сильно мелко поэтому держится то есть для начинающих резчиков кто учится резать кедр конечно хорошо с него какие-то изделия делать но мелкую резьбу допустим он уже не держит вот у него уже пошли сколы то есть что-то серьезное но не вырезать если по волокнам он начал будет нормально резаться то поперек волокон уже ничего не получится в общем с кедра что с кедра можно делать с него можно делать ножны для ножей вот пример с кедра я вырезал недавно вот загрузка последних есть у меня он легкий такой легко режется тут нагрузок на него сильных нету поэтому для таких изделий для футляров каких-то он годится но допустим делать с него ручки для ножей или что-то где будет нагрузка там ручки для топоров для молотков уже не пойдет никуда не годится а вот для сувениров самое то это кедр следующее дерево которые по качеству как кедр примерно это осина но в осине в осине есть свои плюсы и свои минусы плюсы в том что она режется прекрасно чисто чистейший намного чище чем кедр она держит мелкую резьбу хуже откалывается хоть она и режется хорошо ну прям легко она режется и чисто но мелкие детали какие-то она выдерживает еще огромный плюс она растет везде и она доступна но ее минус огромный такой прям минус это в том что она у нее волокна напоминают чем-то она как мочалка в общем то есть вот смотрите если допустим берем стружку осиновую видите она не ломается она гнется то есть она вот как мочалка и поэтому из-за своей вот гибкости и его у нее появляется ворс вот когда я шлифуешь то есть если нормальная двересина допустим береза или кедр он сошлифовывается то осина вот казалось бы вот она шлифовалась да с виду но сейчас ее намочить и поднимется мелкий мелкий ворс как волосы и с ним ничего не сделать опять прошли фуешь и опять то же самое то есть намочишь опять от ворс поднимется то есть справиться с осиной очень сложно то есть ее надо только резать шлифовки она плохо обрабатывается хотя режется она вот прекрасно и по волокнам и поперек волокон поперек волокон грязная меня резьба получается потому что резак этот давно не правил режет он грязно поперек волокон в общем режется она хорошо в этом у ю плюс вот если допустим с березы снимать такую тушку то она не будет как осина она просто сломается и отломится осина будет гнуться вот в этом ее свой в общем следующее о чем хочется рассказать это береза вот любимый материал береза береза режется она замечательно чисто держит мелкую резьбу хоть по волокну хоть поперек волокон то есть она чистейший шлифуется хорошо и полируется ее можно отполировать до блеска прям как стекло будет то есть мелкой наждачкой нулевкой потом потом можно войлоком и полировать на прям будет вообще красотища и она довольно таки твердые вот сейчас я буду берез хвалить во всем почему она мне нравится она и режется хорошо а единственно режется она так как она плотная то допустим делать с него какие-то большие изделия типа братья ну там корыто какую тарелку ложку довольно таки тяжело потому что плотная и какой тут есть выход вот тут просто за речь зашла о том как ее резать потому что павел выложил видео ложку ну и что тяжело резать вот это пошла тема и если ее тяжело резать то допустим я одно время у меня кроме березы ничего не было мне надо было сделать 100 ложек с береза и это решил довольно таки быстро я просто варил березу мне старые мастера посоветовали я тогда еще интернета не было я общался с живую с мастерами на ярмарках они мне секреты свои рассказывали какие-то и общем березу просто надо варить то есть берешь брусок заготовку березы допустим для ложки для ложки бурсок вот примерно таких размеров только потолще ли и и варить где-то полтора два часа надо довести до кипения сбавить немного температуру чтобы она чуть-чуть не закипала и часа два чтоб она прямо распарилась там и берешь потом и прямо на и режется как масло пока она горячая вырезал быстренько и все и бросил сушиться она пару-трой по ну да в принципе она за сутки высыхает если в теплом месте в каком-то в теплом темном месте она высыхает за сутки потом она шлифуется прекрасно после варки древесины становится тверже намного чем было до этого и вот она шлифуешь ее полируешься то есть ее надо варить если какой-то кусок большой допустим прям огромное полено такое что будете вырезать братину или чашу огромную то варить ее надо поварил там часа три достал в ведре или в баке вырезал чувствуешь уже плохо идет то есть дошел до того места где дерево еще не распаренная опять ее бросил варить еще поварил несколько часов достал опять режешь и то есть так несколько раз можно варить и резать потом все просушить и потом шлифовать в общем варка это как выход также варить я варил березу и варил яблони потому что яблони еще хуже так еще чем мне нравится береза береза такое дерево она глухое дерево то есть как объяснить допустим есть звонкое дерево это например яблоня клён дуб это звонкое дерево то есть это дерево которое проводит хорошо звук звук и вибрации береза вибрации проводят плохо то есть береза или глушит вибрацию то есть казалось бы причем тут вибрация да вот например с клёна делали музыкальные инструменты наш он тверд твердый твердая древесина такая и звонкая то есть ложки с нее делали музыкальные вот которыми играют знаете там в гитарах используется клён барабан из клёна неплохие потому что не вибрации проводят звонкая древесина а береза глухая как это на ну в смысле причем тут вообще это музыкальность сейчас объясню вот например берем например топор до сейчас топор тостану допустим топор берем до подороживала вот когда мы рубим топором и допустим бьем поперек волокон к примеру да и вот удар он идет вибрации идет толчок вот ударный и идет по ручке если это березовая ручка то она этот удар гасит то есть вы его практически руками не чувствуете если у вас ручка из дуба или из клёна или из какой-то звонкой древесины то этот удар идет от металла вот эта волна удара и идет и идет и она прям идет вам в руки в ладони и то есть и вы чувствуете дикую боль в ладонях прям такую ужасную если сильно ударили и все и руки сушит отсыхает и то есть буквально 10 таких ударов чтоб ладони отсохли и все у вас желание работать пропадает очень очень надолго короче порога бросает даже не то чтобы желание вас уже не можете потому что ладони отсушены а у березы этого нет береза тема хороша с нее ручки почему хороший потому что она не сушит ладони следующее дерево которое я использую это яблоня или ранетка или яблоня но в общем ранетка или я но не знаю яблоня яблоня точно яблоня и ранетка да принципе какая разница я ее использую везде ручка вот этого резака которому уже лет пять резаки ручки яблоня вот это ручки для ножей тоже яблоня яблоня она очень прочная она твердая она режется с огромным трудом если с ней делать какую-то изделию ту же ложку то чтобы не мучиться над этой ложкой три дня тоже ее варить надо как березу иначе вы будете очень очень долго сидеть ковырять ее и резак без конца затачивать допустим если стамески из татьянки к примеру они и вообще никогда не возьмут яблоня надо прям стамески хорошие хорошие резаки супами работать по этому дереву держит мелкую резьбу вот эта резьба местами довольно таки мелкая и я использую этот тесак как топор вырубаю что-то что там где топором махать лень потому что у топора удар сильный тут удар слабее потому что у нас 3 чем топор мелкие резкие удары то есть он быстро что-то затесать или нож использую или так вот что-то расколоть топором не махать достал тукнул молотком вот у все сбиты из-за молотка сплющена и в общем хвостовик у меня здесь примерно вот до сюда до середины где-то здесь хвостовики вообще коротенькие где-то вот до сюда и яблоня прекрасно держат это давление которое постоянно каждый день в общем выносливое такое дерево и яблоню в чем еще плюс ее у нас в сибири тут очень многое заготовить ее намного проще чем к примеру березовый кап березовый кап его надо облазить рощу все его найти потом его надо добыть потому что спилить кап тоже если бензопилы нету то этом очень очень сложно то есть топором его рубить вам придется целую неделю чтобы убить нормальный кап с березы ну если срубаете кап обязательно потом березу длинный замазывайте чтобы она не истекала вот яблоню добыть проще доезжаете до любой деревне спрашиваете где заброшенный сад и почти во всех деревнях у нас есть заброшенные сады потому что при советском союзе каждый колхоз каждый совхоз садил у себя сад и эти сады с распадом советского союза с развалом колхозов забросили и они все заросли и вот находите этот сад и там полно яблонь таких уже толстенных старых которые лежат спиленные они уже лежат сухие спиленные почему откуда они берутся спиленные у нас к сожалению очень много ублюдков которые живут одним днем вот они приезжают в этот сад спиливают дерево отбирают яблоки и уезжают там наберут несколько ведер варенья наварить и все они не думают ни о завтрашнем дне не о других людях ни о чем они эти ублюдки не думают они думают только о своей кишке чтобы сварить все две банки варенья они сваливают дерево вот не знаю увижу когда-нибудь такого в саду я его прям саду прям там и закопают того как или дерево потому что это настоящее ублюдочничество на самом деле вот в общем вы находите сухую яблоню напиливаете и кусками бревнами сухую эту не пилите ни в коем случае сырую яблоню во первых это вы станете тоже ублюдком таким же во вторых если вы спилите свежую яблоню если даже допустим вы свою спелить какую-то до старую ее сушить надо несколько лет и она несколько лет будет сохнуть сильно полупается вот вы смотрите трещин даже нету потому что она сохла под корой уже спиленная несколько лет я вот поехал трактор нанял нашел две сухих яблони распилил их у меня и полно заготовлено там года четыре назад было в общем много и умнее в общем ее заготовить легко в общем хороший материал яблони и еще одна деревяха порода древесины которую я использую очень очень редко это сосна но я сосну куда использую я делаю с нее садовые скульптуры большие но она потому что красивая и имеет свои свойства которые с одной стороны хорошие с другой стороны плохие ну заряской стороны эти свойства посмотреть сосна имеет волокна смоленистые но это сосна плохая это моя это наша местная сосна тут моего района но суд почву плохая для сосны не годится у нас чернозем и поэтому смола у ней даже смольных колец толком не видно то есть очень мало смолы а бывает смола прям смоленистые смоленистые такая прям вот эти вот кольца прям смола в общем свежая смола о свежая смола свежая сосна она где-то я даже не могу сказать сколько и лет надо чтобы сосна была не свежая в общем если смолиные кольца вот эти еще не закаменели даже если сосна сухая а смола вот это свежая то она режется легко хорошо режется но тут старая видите она уже прыгает прям видеть она прыгает по кольцам по смолиным хоть и тут смолы и мало но все равно она режется с трудом она прыгает по этим кольцам потому что смола в них уже закаменела уже превращается в янтарь вот так как процент смолы здесь маленький в этих кольцах поэтому ее не особо видно а вот прям бывает смоленистые смоленистые такая смола ой сосна и вне прям эти большой процент смолы там она прям такая каким янтарные желтые красиво она очень красивые но она если закаменела то она резаком не будет браться вообще вы только будете тупить постоянный резактор и управите как по камню скобленули и об такую сосну и топоры ломается и пилы тупится быстро а если свежая допустим вы сделаете с нее например лавку и на солнце выставите она на солнце нагреется и смола может потечь и вы на нее всякие прилипните как муха эту смолу уже ничем не стирать никак не убрать с одежды в этом ее минус огромный но смола ойс сосна например она хорошо ее обрабатывать с обжигом то есть у меня есть видео и есть вот скульптуры сосны когда ее обжигаешь то есть ее обжег щеткой счистил и появилась такая структура красивая такая на два на три раза обжигать красота получается то есть не есть свои плюсы свои минусы но для резьбы для какой-то я ее не использую ну для мелкой имею для домашней и где-то что-то как-то я ее не использую и вообще это такой спорный материал то есть она для оформления чего-то еще может годиться для строительства а допустим что-то с нее делать уже проблемно так ну и пожалуй наверно все